салют оперпосты и сегодня у нас новый разбор одной из моих недавних работ это промо ролик танцев со звездами снятый в формате кастинга или я бы назвал это больше интервью я уже выкладывал этот разбор по свету в своем инстаграме в виде картинок и схем этот пост стал самым популярным в моем инстаграме скорее всего потому что большинство моих подписчиков еще не имеют доступ большим каким-то проектом и многие из них часто снимают подобного формата интервью поэтому вам это все очень зашло и я решил продублировать этот ролик сделать его для ютуба тем более что мне выдался еще один съемочный день на котором я пофотографировал все световые схемы все приборы кто где стоит кто где висит и сейчас я вам это покажу поехали итак мы снимали в стандартном офисном помещении где у нас были стены выкрашенные какие-то в серый цвет какие-то в белый цвет когда мы зашли в помещение первое что я увидел это огромное окно во всю стену через которое светило солнце по требованию клиента им хотелось солнечную картинку яркую поэтому я решил делать имитацию солнечного света в окно которого не было то есть это был десятый этаж здания мы не могли светить в настоящее окно поэтому имитировали свет как будто бы из окна первое что мы сделали это завесили окна большими тряпками чтобы вообще никакой свет не проходил с улицы потому что контролировать солнце который бьет в окно вообще невозможно никак она все время двигается использовать его тоже было бессмысленно потому что она светила прям в лоб решение было одно перекрывать окна при выборе ракурса съемки предложено было снимать на серую стену но поскольку когда мы видим одну стену в кадре то это выглядит плоско да мы хотим всегда добиться трехмерности изображения поэтому нам нужны линии уходящих даль и поэтому я всегда предпочитаю снимать на угол то есть когда мы имеем в кадре угол это добавляет какой-то объем картинки поэтому мы выставились на угол комнаты обсудили наполнение то есть добавили какую-то мебель сзади плакат с логотипом этого шоу и дальше нам предстояло выставить сам игровой стол за которым сидит герой и это решение тоже было довольно таки простым мы максимально отодвинули стол от фона чтобы между камерой и героем было меньше расстояние чем между героем и фоном за счет этого мы получаем размытый фон за персонажем поэтому мы оттащили камеру максимально насколько мы можем себе это позволить и под наш объектив в данном случае мы использовали 32 объектив мы выставили уже стол игровой с персонажем и выставляли свет уже под этот сетап первое с чего я начинаю выставлять интервью это основной рисующий свет и здесь мы могли позволить себе использовать 8 футовую фростовую раму которую мы поставили прибор под названием ари sky панель этот прибор рассеивает свет таким образом что он покрывает всю площадь фростовой рамы и мы получаем очень мягкий рисующий свет на лице героев ставил я frost раму таким образом чтобы дальняя от света часть лица была в тени но при этом между фростовой рамой и камеры я поставил еще небольшую фростовую раму который я поставил прибор астера титан для того чтобы когда в кадр садится девушка я эту теневую часть дополнительно подсвечивал чтобы не было слишком контрастно на женском лице потому что с женскими лицами надо аккуратнее и таким образом на парнях я выключал это заполнение от камеры а на девушках я его включал чтобы смягчить рисунок на лице героини для того чтобы создать эффект солнечного света на фонах я использовал театральные приборы и tc source for с теплыми лампами которые очень хорошо контролируются у них есть специальные шторки которыми можно закрывая их в самом приборе сделать определенный угол света сузить луч расширить луч также у него внутри есть инструмент который регулирует фокусировку луча то есть можно границу света сделать четкую прям как проектор либо размыть ее слегка поэтому мы покрутив эти все настройки настроили прям такой реалистичный характер света очень похожий на солнечные лучи падающие через окна качестве контрового света я использовал здесь два прибора один прибор я повесил чуть сзади героя над головой прикрепив астеру титан к потолку для того чтобы чуть-чуть оживить волосы персонажей и относительно того как какого цвета волосы были у героев я менял ее интенсивность то есть если в кадр садилась блондинка то я чуть-чуть убавлял яркость если кто-то с такими черными волосами там я прибавлял чтобы контур волос был немножко такой высвеченный не сливался с фоном в качестве второго контрового я использовал light matte 2l он стоял у меня на высоте головы героя чуть сзади и подсвечивал теневую часть щеки скулы персонажа чтобы немножко оживить вот эту теневую сторону лица также в качестве эффекта солнечного света я использовал 3 tc source for который работал у меня на край одежды на локоть на руку и частично на игровой стол тем самым повторяя как бы этот солнечный свет чтобы он был не только на фонах но еще и проходил как бы на передний план но при этом не цеплял лицо персонажа для этого мы использовали опять шторки в приборе чтобы перекрыть его с лица и не проходил чтобы это паразитный свет на лицо также у нас был весьма скучный черный стеллаж внутрь пола которого не проходил вообще никакой свет поэтому мы подложили под стеллаж астеру титан и за мне показалось что желтый цвет хорошо там сыграет принципе мы с него начали смотреть кадр и на нем же остановились для того чтобы немножко оживить вот эту зону стеллажа чтобы она не сливалась черной одеждой чтобы немножко там прорабатывались вот эти папочки книжечки все что там лежит также один light мат я использовал для того чтобы подсветить стену на заднем фоне она была довольно таки контрастная и темная то есть тот фон куда не проходил наш солнечный свет он был очень темным поэтому я поставил один прибор в потолок потолок у нас был белый чтобы свет от потолка отражался на стену и немножечко высветлил и и все-таки у нас не ночь а день поэтому слишком темные фоны не хотелось делать схема света довольно таки обычная то есть рисунок заполнение контровой очень важный фактор здесь не столько схема сколько уровень яркости приборов не стоит пережигать человека слишком ярким контровым на который в принципе в реальной жизни не бывает мы не смотрим на людей у которых идеальный рисунок и при этом какой-то контровой хочется создать эффект натурального света поэтому чуть-чуть контрового чуть-чуть бокового контрового чтобы это не был какой-то такой в пересвет уходящий яркий контровой при этом если вы думаете что я использовал какие-то дорогие приборы вам это все недоступно на самом деле неважно какие-то были приборы над головой на контровой можно повесить какую-то светодиодную панельку не обязательно это должна быть остера титан просто они есть у меня в наличии я их использую вы можете использовать какую-то небольшую светодиодную панельку на контровой также здесь чтобы подсветить вот этот уголок скулы не нужен какой-то дорогой это сложный прибор вы можете также поставить небольшую светодиодную панельку на какой-то систем на штативчик небольшой цветные панельки сейчас доступны на алиэкспресс стоит дешево у меня у самого их полно я использую светодиодные мечи yang но также у меня есть квадратные панельки от yang ну в общем я на алиэкспресс закупился всякими панельками использую в том числе сейчас при съемке у меня там маленькие такие панельки красные светят на панелька подсвечивает фон за мной 1 вот мне на лицо светит это никакие не астера астеры лежат в чемодане мне просто лень доставать обзавестись какими-то недорогими источниками света можно и повторить эту схему единственное что здесь и сложного это сымитировать солнечный свет но опять же я думаю не всегда это нужно во первых попадаются такие локации где есть реальная глубина в кадре и окна и там может быть и настоящий свет светит по фонам то есть здесь мы просто были лишены реального света солнца в окно и поэтому имитировали своими силами хороший мягкий рисующий свет можно сделать любым источником света главное увеличить размер светового пятна то есть нам нужна максимально большая площадь фрост рамы для того чтобы свет на лице был мягким для этого можно использовать рулон фроста растянуть его на системе либо взять фростовую ткань и повесить на две прищепки на 2 систем да и светить в него можно чем угодно хоть это будет кинофло хоть это будет какой-то киловатт ник 2 киловаттный прибор на самом деле для этого не обязательно использовать дорогую sky панель опять же у меня есть свои предпочтения по приборам я их использую потому что это быстро удобно надежно и вам рекомендую также использовать все современные передовые технологии но не огорчайтесь если у вас нет доступа к этому это всегда можно повторить более какими-то подручными способами проявить смекалку использовать менее дорогой свет и получать при этом очень хорошие результаты желаю успехов вам вашей работе и увидимся в следующем видео до новых встреч до новых встреч